8 августа затянувшаяся жара достигла своего апогея – 32 градуса. Москвичи окружили практически все водоёмы города и даже фонтаны. Однако такое охлаждение может быть и опасным. С начала года на воде погибло 494 человека. Основные причины – купание в запрещённых водоёмах, зачастую в нетрезвом виде. «Обычно пьяные, трезвые, нормально, а пьяные агрессивные, не слушаются. На ногах теле стоят уже, а эти всё равно плавать тянут». По данным МЧС, на 6 августа в центральном регионе страны в нетрезвом состоянии утонуло 126 человек. Также погибло 24 ребёнка. «Гибель детей наступает, как правило, в подавляющем большинстве случаев, конечно же, по недосмотру взрослых людей. Это либо они отпускают просто детей без сопровождения взрослых, либо они отвлекаются и не смотрят на детей, которые купаются, либо сами находятся в пьяном состоянии, пока дети предоставлены сами себе». В вопрос безопасности также входит и качество пляжей. Нельзя купаться там, где не проверено дно, крутой спуск или быстрое течение. К летнему сезону в столице оборудовано 11 мест купания и 35 зон отдыха у воды. Все они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Здесь постоянно работают спасательные службы. Есть кафе, детские и спортивные площадки. Оборудованы специальные зоны купания для детей и завезён чистый песок. «Сначала надо выкрыть яму, потом и делать стену без песка, который там в яме». «Здесь мне глубоко, хорошо. И внучатам хорошо купаться, мелко здесь. И вот спасатели здесь, что-то не страшно». «Мы сюда пришли просто позагорать, думали, что даже не зайдём купаться, ничего. Но потом что-то мы решили. Вы знаете, на самом деле тут очень даже хорошо, так что советую всем». НТД. Москва. Россия.